Дистанционное голосование. Каким образом россияне смогут сделать свой выбор? Поручения президента для Крыма и Севастополя уже опубликованы на сайте правительства страны. Зажги огонь в своем сердце. На полуострове стартует траурная акция. Лесополосу в микрорайоне Хошкильда превратили в большую свалку. А вот в Никитском саду, наоборот, благоухают весенние первоцветы. Россияне смогут голосовать на выборах и референдумах дистанционно, в том числе и по почте. Закон об электронном голосовании в третьем чтении приняла Госдума. Норма не распространяется на общероссийское голосование по Конституции. Поправка также предусматривает сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг. Напомним, голосование по Конституции планировалось провести 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая прошла в марте. Всего их 19. Документ уже опубликован на сайте правительства России. Подробности в сюжете Айше Шулаковой. Это вопрос касается и крымских, и севастопольских ветеранов, и их родственников. Увековечить память участников Великой Отечественной. С такой просьбой к Владимиру Путину обратилась глава исполкома ОНФ в Крыму Алла Вертинская на встрече президента России с общественниками Крыма и Севастополя. У тех родственников, ветеранов и участников войны, которые умерли после 2014 года, появилась возможность за счет федерального бюджета использовать деньги, финансовые средства на изготовление и установку памятников. Но, к сожалению, эта мера не распространяется на тех ветеранов, которые нас покинули до 2014 года. Это еще 18 других обращений Владимир Путин внес в перечень поручений. Он поддержал наше предложение. Буквально на днях было выпущено уже официальное поручение президента к правительству Российской Федерации. В срок до 1 ноября 2020 года правительству необходимо разработать механизм возмещения затраты с федерального бюджета родственникам умерших ветеранов и участников боевых действий Великой Отечественной войны, которые проживали на территории Республики Крым. В список вошла и программа по поддержке Всероссийской юниор-лиги КВН. Она реализуется Российским союзом молодежи. С 2005 года это единственная официальная детская лига Международного союза КВН. Теперь органы образования смогут обеспечить организационную и финансовую поддержку региональных команд. Чтобы ребята, которые хотят участвовать, имели возможность ездить на игры куда-то там, не только в своем поселке или в своем городе где-то там проводить мероприятия, чтобы находились какие-то возможности и транспортные, и какие-то, может быть, ну да, действительно финансовые. Первая задача. И вторая задача была, у нас есть телевизионный проект, который несколько сезонов уже финансируется за счет фонда президентских грантов. Но он имеет ограничения по одной тематике. Мы хотели получить стабильное какое-то финансирование, поскольку телевизионный проект это довольно дорогостоящее такое мероприятие. А член общественной палаты Крыма Инна Шишова предложила в День Победы на всероссийском уровне бесплатно раздать репринт номера московской газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. Путин инициативу поддержал, но пандемия коронавируса внесла свои корректировки. Когда нам разрешат торжественно и массово праздновать такие даты, а у нас целый год объявлен президентом Годом памяти и славы, и поэтому обязательно этот экземпляр газеты дойдет в каждый дом и останется на память для поколений. Для каждого поручения определены свои сроки. С полным списком можно ознакомиться на сайте правительства. Айши Шулакова, Асан Ибрагимов, телеканал «Милет». 75% россиян остались довольны выступлением главы государства. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. 11 мая Владимир Путин заявил о мерах поддержки в период пандемии. Наибольшее одобрение вызвали выплаты на детей в размере по 10 тысяч. Такую помощь поддерживают 95% граждан. Большая часть слушателей считает, что президент понимает проблемы людей, а 67% опрошенных уверены. Ситуация с коронавирусом под контролем. Навсегда запомнить трагические дни депортации. Такая цель акции «Зажги огонь в своем сердце». В этом году она пройдет в режиме онлайн из-за ограничений по противодействию коронавирусу. Участвовать может каждый. 18 мая в 21.00 нужно будет зажечь свечу на подоконнике, сделать фотографию композиции и разместить ее в социальных сетях. При этом нужно проставить хэштеги. О них можно узнать на сайте организатора, которым выступает Дом Дружбы Народов. В этот день мы вспоминаем жертвы депортации. Мы чтим тех людей, которые сумели выжить и сохранить свою нацию, свою культуру. Для нас это действительно памятный день. Из года в год 18 мая объединяет тысячи крымчан. В этот день они возлагают цветы у памятников жертвам депортации и зажигают свечи памяти в центре Симферополя. Уже со следующей недели 85% крымчан смогут выйти на работу. Об этом заявил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции. Руслан Минаев о том, насколько выросло количество заразившихся и когда возобновят движение общественного транспорта. На полуострове за истекшие сутки ковид-19 выявили у шестерых граждан. Двое – это Ялта, двое – Алушта, один – Симферополь, человек и один – Феодосия. Если в Алуште и Ялте люди заразились по ранее выявленным очагам, то в Симферополе вирус зафиксирован у мужчины, который приехал из другого субъекта. Работник железнодорожной сферы приехал из Ростова-на-Дону, поездом обратился за медицинской помощью с признаками остро-респираторной вирусной инфекции, был обследован, помещен в ковидный госпиталь, лаборатория положительная, установлен круг контактных лиц по семье – это 4 человека, и по вагону – 5 человек. На данный момент в Крыму действует масочный режим. Многие торговые точки все еще не работают. Эта часть улицы Дмитрия Ульянова некогда была своего рода рынком, торговые точки простирались на десятки метров. Теперь улица скорее напоминает аллею с обилием цветущих каштанов. Уже со следующей недели на работу выйдут около 85% крымчана, отметили власти полуострова. 10-15% у нас останется из тех, кто еще будет пока в подвешенном состоянии, пользоваться мерами господдержки, по ним работаем отдельно. После возобновления работы предприятий в дневное время появятся маршруты общественного транспорта. Обращаюсь к руководителям муниципальных образований. Если вы чувствуете потребность в данном случае, это ваша задача – просто отмониторить все маршруты без исключения и посмотреть, где необходимо количество единиц добавить, мы просто ждем от вас информацию. На полуострове с начала пандемии зарегистрировано 245 случаев заражения COVID-19. Выписаны 84 пациента, 4 человека скончалось. В обсерваторах находится 592 человека. Руслан Минаев, Эрвина Миралиев, телеканал «Милет». 50 многоразовых тканевых масок в подарок сотрудникам телеканала «Милет» передал ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Чингис Якубов. Их пошили студенты и преподаватели вуза. 12 мая был введен масочный режим по республике Крым. На базе нашего университета мы организовали пошив средств индивидуальной защиты, а именно масок. И часть этой продукции мы решили передать нашим коллегам с телеканалами «Милет» для того, чтобы обезопасить их жизнедеятельность, их профессиональную деятельность. Рады быть полезными в этой ситуации всем крымчанам. Напомним, акция «Кипу добро» стартовала в начале апреля по инициативе депутата Госдумы Руслана Бальбека. К ней присоединились волонтеры, активисты и предприниматели. Средства индивидуальной защиты передавали в больницы Крыма и тем, кто не может их купить. Неизвестные взломали сайт всероссийской военно-патриотической акции «Бессмертный полк» и заменили фотографии советских воинов снимками нацистов. Интернет-адреса злоумышленников удалось зафиксировать. Организаторы акции уже обратились в Следственный комитет. Подробности далее в сюжете. С 6 до 9 утра на сервер поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен. Атаковали сайт всероссийской акции «Бессмертного полка» утром, прямо в День Победы. Вместо фотографий и анкет участников Великой Отечественной войны хакеры отправляли снимки офицеров Вермахта. Однако служба безопасности восстановила процесс, и компьютерные атаки не помешали онлайн-трансляции. На взлом негативно отреагировали участники военно-патриотической акции и общественные деятели. Это именно подлость, именно осквернить наше святое дело, то есть память наших предков. Ставить в один ряд воинов-освободителей и нацистов – это, на мой взгляд, равносильно вандализму. Все равно, что на братские могилы наших воинов крепить фотографии нацистов. Для атак использовали более 600 уникальных IP-адресов. Две трети из них зарегистрированы в Германии, Нидерландах, Финляндии и Украине. Почти 30% атак зафиксировано с территории Северной Америки. Весь список интернет-адресов передадут в Следственный комитет. В этом году из-за эпидемиологической обстановки общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла онлайн. Всего на участие в ней поступило около 3 миллионов заявок. В связи с этим онлайн-шествие продлится более двух недель после 9 мая. Руслан Минаев, Арсен Фукала, телеканал «Миллет». Более 8 миллиардов рублей выделили крымские власти на реализацию федеральной целевой программы социально-экономического развития. Большую часть финансов распределят между городами. Это Евпатория, Симферополь, Саки, Судак, Джанкой, Красноперекопск. Также ощутят поддержку Бахчисарай, Ленинский, Кировский и Черноморский район. А часть средств направят на развитие культуры, туризма и образования. Два детских сада в селе Мирном достроят в конце этого года. Да, сейчас в режиме самоизоляции на объектах полным ходом ведутся работы. С инспекции приехал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. На каком этапе строительства знает Мухаммед Закиряев. Первый объект, который посетил Михаил Храмов – это детский сад на 250 мест в селе Мирном. На площадке задействовано несколько единиц техники и более 20 рабочих. Сейчас они заливают монолитную плиту, на которую в дальнейшем будет крепиться бетонный каркас. Еще в апреле работы здесь велись с опережением графика. Сейчас из-за пандемии есть отставание. На сегодня отставание по отдельным видам работ порядка двух-трех недель. Сегодня мы сюда приехали по сигналу заказчика. Это наше главное управление капитального строительства. И сегодня провели совещание, на котором принято решение, что в понедельник подрядчик представит догоночный график. Будем еженедельно контролировать и докладывать к курирующему вице-премьеру Кабанову. На сегодняшний день готовность объекта 40%. Три блока детского сада готовы под инженерные сети и отделку. Уже начали устанавливать окна. Четвертый блок В. На сегодняшний день льем плиту перекрытия от сокольного этажа. Ну и я думаю в течение месяца поднимем каркас уже под кровлю. По соседству буквально в 300 метрах строится еще один детский сад на 260 мест. Мы сейчас находимся на пролете перекрытия второго этажа. Здесь рабочие укладывают вот такие вот газоблоки для будущей кровли. Она будет крепиться на вот такие вот закладные детали. Объекты готовы уже на 45%. Его планируют завершить в 2020 году. Детские сады возводят по современным технологиям. Используют кирпичи отечественного производства. Здесь работают порядка 30 рабочих. Сейчас они укладывают газоблоки и заливают железобетонные конструкции. Строительство объекта началось в 2019 году. Сдача в эксплуатацию планируется в конце текущего. В данном этапе уже освоено порядка 3000 кубометров бетона. Также будет освоено порядка 1000 кубов газоблока. Остекление начинается уже сегодня. Выполняется загрузка стеклопакетов и установка их на их проектные места. В целом на объекты из госбюджета было выделено около 400 миллионов рублей. Планируется, что уже в следующем году дети из соседних сел заполнят стены детских садов. Мусор в лесополосе – реальная угроза. Жители Симферопольского микрорайона Хошкельда жалуются на разбросанные отходы, антисанитарию и неприятный запах рядом с жилым сектором. Подробнее расскажет Султаньеси Такаева. Бутылки, стекла и пластик. В микрорайоне Хошкельда мусор вывозят прямо в лесополосу. Зеленую зону превратили в настоящую свалку. Мусор везут сюда целыми мешками. Здесь можно найти бытовые, биологические, строительные отходы и даже автомобильные колеса. Лемара Беченова живет здесь 30 лет. Раньше, говорит, местные жители здесь отдыхали, проводили свободное время и дышали свежим воздухом. Но сейчас из-за отходов боятся заразиться опасной инфекцией. Полная антисанитария и опасность того, что здесь может очаговые различные инфекционные заболевания. Потому что захоронение приносят сюда, извините за выражение, дохлых кошек, собак. Местные жители борются с этой проблемой сами. Проводят субботники и вместе убирают территорию. Однако проследить за нарушителями и поймать их с поличным не могут. Мы вот никак не можем определить, кто сюда свозит мусор. Мы даже не знаем, когда и как привозят отходы. Никто ничего не знает. Контейнеров в микрорайоне нет. Для вывоза мусора два раза в неделю сюда приезжают специальные машины. Но почему-то отходов в лесополосе меньше не становится. Желчь, которая накапливается вместе с этим, не дает нам покоя. Это мы оставим для внуков, для правнуков. И нас это беспокоит. Мы убираем, а они привозят, бросают. Экологический надзор взял этот вопрос под контроль. Сейчас проводятся административные рейдовые расследования. Нарушители будут наказаны. Если это гражданин, то штраф составляет от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Кроме того, также будет рассчитан ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды. Ну и, соответственно, помимо всего прочего, еще и ликвидация свалки будет силами именно нарушителя. В случае неустановления нарушителей, будет, соответственно, принято решение о направлении материала в соответствующий орган для ликвидации данных свалок. Люди хотят дышать чистым воздухом и сохранить единственную зеленую зону в микрорайоне. Они призывают всех соблюдать порядок и не разбрасывать мусор. Сута не есть, Такаева, Рафаэль Вахидов, Телеканал Милет. Почти на 78 миллионов рублей в Симферополе стражи порядка оштрафовали строительную организацию, представители которой незаконно вывезли остатки рабочего мусора и нанесли вред окружающей среде на площади более 900 квадратных метров. Экспертизу провели специалисты Министерства природных ресурсов Крыма. 16 мая всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в режиме онлайн. В программе Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия экскурсии по выставке к 75-летию Победы, мультимедийные презентации об Амитхане, Султане и других героях, экспозиции о культуре и искусстве нашего народа, а также мастер-классы по изготовлению открыток и рисованию на стекле. Мероприятия будут транслироваться с 15 до 19 часов на страницах музея ВКонтакте и Инстаграм. Никитский ботанический сад радует цветением роз и первоцветов, но поскольку из-за пандемии попасть в парк еще невозможно, приглашаем полюбоваться весенней красотой вместе с нами. Надея Исаева продолжит. Ароматы самые разнообразные бывают у ирисов. От ванильных, шоколадных, цитрусовых даже. Но и, к сожалению, бывают иногда не совсем приятные. Но каждый сорт имеет свой особый аромат. Ирина Улановская – куратор коллекции ирисов в ботаническом саду. О растениях может рассказывать часами. Знает их размеры, формы, окраски и даже может определить сорт многолетника по запаху. Не зря называются ирисы бородатыми. Вот у них есть такие своеобразные выросты на нижних долях околоцветника. Вот это вот и называется, собственно, бородка. Здесь представлен весь коллекционный процесс от прошлого столетия до самых современных. На территории площадью более 200 квадратных метров раскинулись представители всех садовых групп. Карликовые, среднерослые, высокорослые – всего 183 сорта. Есть и другие коллекционные участки. Там размножают новые сорта. Одно из растений, или культур, можно так сказать, обладающее наиболее широким спектром окраски. Недаром в переводе с греческого ирис означает «радуга». То есть ирис был назван в честь греческой богини радуги. Ирисы поражают своей яркостью. Здесь и торжественно фиолетовые, голубые гиганты и таинственные нежные создания. Нежные лепестки привлекли не только меня и пчел. Смотрите, как он трудится. Арсен, достаточно кадров. Давай уже все. Думаешь, хватит? Угу. Композиции на клумбах составили заранее, но расцветку многолетние растения все же поменяют. Художниками в этом случае выступят пчелы. Настоящее буйство красок. Первым весенним цветам присоединились уже более поздние. Сейчас сад усыпан. При желании времени можно обойти все цветочные локации. Для меня это своего рода арома-квест. С начала мая Никитский ботанический сад украсили различные растения. По соседству с ирисами уже распустились ярко-розовые, белые маргаритки, нежные, анютины глазки, розмарин и мускари. Бутоны первоцветов напоминают пушистые разноцветные облака. В воздухе витает такой волшебный душистый аромат, что хочется им насладиться сполна. Масочку не забываем? Хорошо. Большая часть сортов представлена впервые. Некоторые цветы можно и перепутать. Есть и с густой бахромой, и лепестками всех цветов радуги. Свои царственные права уже предъявила и королева цветов. Она занимает особое место в ботаническом саду. Достижения в селекции садовых роз получили мировое призвание. Три сорта – климента, коралловый сюрприз и пестрая фантазия – удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии. Море цветов, а вокруг ни души, полная тишина. И получается, что большой парад императорского сада для меня – одной. Распустились и клематисы. Их здесь около 130 видов. Эстетическим сюрпризом стали и цветущие побеги глицинии. Ею в ботаническом саду увиды почти все колонны и арки. Я в прямом смысле оказалась под разноцветным сводом и продолжила ароматерапию. В настоящий водопад глицинии невероятные бутоны спускаются пышными каскадами со всех сторон. Красота, которая впечатлит любого. Думаю, каждый бы мечтал оказаться под розово-фиолетовым небом из цветов. Это же восьмое чудо света. Декоративная листопадная лиана здесь очень популярна. Высота растения может достичь 20 метров. Сиренево-фиолетовые, белые, розовые бутоны – все уникальны по-своему. А вот еще один подарок селекционеров – сиреневая симфония. С 2011 года эта коллекция стала участником федерального проекта «Сирень Победы». В саду более 100 сортов и форм зарубежной и отечественной селекции. Еще одно уникальное событие – начало цветения каштана. Вот она, экзотика для Крыма – розовый каштан, согретый солнечными лучами и вовсю одетый по-весеннему. Красота эта быстротечна и не ждет окончания режима самоизоляции. Поэтому наша съемочная группа запечатлила весенний сад именно для вас. Наджи Исаева, Арсен Фукалат, телеканал «Миллет». Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатимисий Даметова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова